В первом квартале 2023 года в Армавире было возбуждено 103 уголовных дела по фактам дистанционного мошенничества. Основную часть из них составляет обман при купле-продаже вещей и товаров в интернете. Затем следует развод под видом уже сотрудников банка или полиции. Из этого массива дел в настоящее время раскрытыми находится только 18%. Очень сложно их раскрывать. Это длительные запросы, ответы. Один из жителей Армавира попался на уговоры мошенников и перевел им все деньги от продажи дома. Аферисты в телефонном разговоре убедили его, что средства необходимо положить на защищенные ячейки, чтобы их никто не украл. Армавирец отправился в банк и снял полученную от продажи жилья сумму, а затем все перевел обманщикам. Наши жители, которые попадаются на ловки мошенников, тоже виноваты в том, что так беспечно дают свои персональные данные, предоставляют сведения с банковских счетов, номера карты и также общаются с людьми по мобильным телефонам, не представляя даже кто это. То есть, веря на слово. С начала года мошенники выманили у жителей Армавира под разными предлогами более 12 миллионов рублей. Они сообщали по телефону о попавшем в беду родственнике или предлагали сделать выгодные инвестиции. Никогда сотрудник банка, сотрудник полиции не будет звонить и говорить о том, что ваши деньги находятся в беде, либо какие-то непонятные операции происходят. Это все мошенники. Мы не устаем каждый раз об этом говорить, что подумайте, не уверены, положите трубку, позвоните в полицию, мы все расскажем, все проверим. При любых подозрительных звонках жители города должны сразу же класть трубку и сообщать об этих фактах в полицию. Марина Локтева, Евгений Халманский, служба информации телеканала 360, Армавир.